Привет, народ! Это Кластер. И тут снова новости из моей жизни. Всего-то навсего. Зато, посмотрите, даже месяц не прошло с прошлого видео. Я стараюсь. Хотя регулярность это явно не совсем моё. Ладно, приступим. Первое, с чего стоит начать, это то, что вскоре после моего предыдущего видео Google наконец-то исправил проблему с нижними подчеркиваниями в русской версии Google Ассистента. Не думаю, что в этом есть моя заслуга. Скорее, дело в том, что народ организовал флешмоб и начал массово бомбить Google негативными отзывами. Что ж, здорово. Теперь Google Ассистентом можно ходу бедно пользоваться на русском. Правда, он всё равно произносит нижние подчеркивания, если его попросить, например, запустить музыку на телевизоре. Помимо этого, он не умеет склонять русские слова. Геройки они сначала убрали, потом вернули. Причём русские команды теперь просто-напросто не срабатывают почему-то. Гуёвая версия явно не рассчитана на длинный русский текст. Хотя она в принципе очень сырая, даже на английском. Даже тот же Google Home Hub прямым текстом пишет, что тот или иной функционал пока что работает только с голосовым управлением. Телефонное же приложение даже этого не пишет. Оно просто показывает какую-то фигню. Абсолютно непонятно, как при таком функционале они могут вкладываться в рекламу со знаменитостями. Хотя Макулий Калкин сейчас, наверное, готов и за иду работать, судя по тому, как он внезапно начал везде сниматься. Он будто из анабиоза проснулся и пытается теперь вернуть себе карьеру. Многие меня спрашивают, почему я не пробую Яндекс с их Алисой. И я уже устал отвечать, что у Яндекса нельзя использовать самописанный навык без премодерации. И вот хорошая новость. Оказывается, все-таки можно. Если навык приватный, то модерация проходит мгновенно. Не знаю, давно ли это так, и как давно можно создавать приватные навыки. Может быть, так было изначально, и это просто я дурак. В общем, Алису теперь тоже надо попробовать. Ну, наверное, только после покупки их умной колонки. А то запускать каждый раз приложение Яндекса на телефоне – это ну такое себе. Этим летом наконец-то вышел Raspberry Pi 4. Четырехъядерный Cortex-A72. Гигабитный Ethernet. И что самое главное для меня – до 4 гигабайт оперативной памяти. Не понимаю, к чему они раньше в старые модели ставили всего 1 гигабайт. Этого мне часто не хватало. Конечно же, я не устоял и заказал ее себе. Что, надо сказать, было не так просто, учитывая, что практически нигде ее не шлют в Россию. Я кое-как нашел на Алиэкспрессе один магазин, который ее продавал. И то их там было очень мало в наличии. И одна по пути в Россию потерялась, мне высылали другую. Мне пришлось ждать, пока они снова появятся на складе. В общем, то еще приключение, но наконец-то она ко мне приехала. Из-за нехватки оперативной памяти я в свое время даже купил Orange Pi. Но так на нее и не перешел, руки не дошли. Дело в том, что для перехода на Orange Pi и с Raspberry Pi нужно заново ставить систему. Потому что там другой дистрибутив Linux. А мне этого так не хотелось делать. В случае же с малинкой достаточно просто переткнуть microSD-карту из старой модели в новую. И все заработает. Точнее, я так думал. Но нет, не заработало. Старый загрузчик не понимает новое железо. Так что если вы хотите перейти с третьей малины на четвертую, то процесс миграции происходит так. Первое. Или даже можно сказать, что это нулевой пункт. Делаем бэкап. Куда же без этого. Затем на другом компьютере расширяем загрузочный раздел хотя бы до 256 мегабайт. Там обычный FAT32. Затем записываем на этот раздел файлы свежей версии загрузчика. Взять их можно из дистрибутива Raspbian Buster. Примечание. Файлы конфигурации заменять не стоит. Теперь вставляем нашу microSD-карту в четвертую Raspberry Pi. И система запустится. Но без модулей ядра. Затем запускаем утилиту RPI Update. Она скачает свежее ядро и модули к нему. Все, миграция прошла успешно. Мне даже не пришлось подключать к ней монитор, что я и не смог бы сделать, так как там micro HDMI, а переходника у меня просто-напросто нет. Какие первые впечатления и на что стоит обратить внимание? Тут я могу сказать только одно. Она греется как утюг. Если Raspberry Pi 3 в состоянии покоя нагревалась до 55-60 градусов, а под нагрузкой соответственно до 75-80, то в случае с Raspberry Pi 4 к этим числам можно смело плюсовать 15-20 градусов. Причем на 85 градусах она начинает троттлить, то есть снижать частоту процессора, что соответственно приводит к снижению производительности. Я не для того поменял сервер на тихий одноплатный компьютер, чтобы потом вешать на него кулер. Так что я сразу же пошел на eBay и начал искать пассивное охлаждение. В итоге купил вот такой вот экзоскелет. Он и выглядит круто, и охлаждает без кулера где-то как раз на 15 градусов. Как раз перед съемкой видео я решил все-таки подключить кулер, но так, чтобы им можно было управлять. Навесом припаял транзистор, резистор, конденсатор. А затем написал простенький скрипт на поэтине, который включает его только при высокой температуре. Хотел сначала плавно регулировать скорость кулера через шим, но не смог найти никакой документации по чипу BCM2711, который лежит в основе Raspberry Pi 4. Старый же софт не работает. На официальном форуме пишут, что документация будет, но попозже, так что ждем. Потом нужно будет еще нормальный корпус для всего этого сочинить. И когда я уже 3D-пинтер соберу назад? Я не особо увлекаюсь веб-программированием, но решил попробовать уже какую-нибудь альтернативу PHP для написания бэкэнда. И открыл для себя фуаск. Это такой микро-веб-фреймвок для Python. Мне очень понравилось. Особенно круто для написания какого-нибудь REST API. Ради практики я переписал вот веб-интерфейс для своих IP-камер, чтобы их можно было смотреть, поворачивать, настраивать и включать запись при необходимости. В прошлом видео я не совсем корректно выразился про форматы видео. Это не IP-камеры выдают HLS. Это я уже на Raspberry Pi пережимаю видеопоток в HLS. А IP-камеры вещают в обычном RTSP. И да, HLS дает огромную задержку именно из-за того, что разбивает видео на сегменты. Причем разбивать можно только по ключевым кадрам, которые у этих IP-камер раз в 5-10 секунд. Дело в том, что RTSP поток нельзя так просто смотреть в браузере. А мне хотелось бы получить именно это. Поэтому, как только открывается его подминка IP-камеры, у меня на Raspberry Pi запускается FF-Pack, который сохраняет видеопоток в виде набора JPG-картинок. А Flask позволяет легко и быстро гнать их в виде JPEG-потока, который представляет из себя просто набор JPEG-изображений. Минусы. Это производительность, избыточный трафик, отсутствие звука, постоянное соединение с сервером, отсутствие поддержки интернет-эксплора. Зато плюсы. Почти полностью отсутствует задержка, и максимально просто смотреть в современных браузерах. Можно еще и извратиться, и просто обновлять картинку через JavaScript. Но так для каждого кадра нужно будет выполнять новый запрос к серверу. Жаль, что в плане разработки фронтенда я совсем отстал от жизни. На мою кашу из JavaScript, CSS и таблиц без слез не взглянешь. HLS поток у меня тоже пишется. Это практически не дает нагрузки на процессор, так как видео не надо пережимать. Оно уже в H.264. Так что HLS постоянно сохраняется на RAM-диск. Благо, оперативки теперь хватает. И если я захочу включить запись происходящего, то сохранится и то, что было за некоторое время до начала записи, что очень удобно. HLS вообще легко сохранять, ведь это просто набор файлов. Чувствую, теперь ни одна девушка не рискнет переодеваться у меня в комнате. Некоторое время назад я писал модуль Hydro Linux для работы с моим протоколом Clunet. Он позволяет работать с Clunet прямо через пины и GPIO. Все это я давно уже выложил на GitHub. Однако я тут начал замечать потери. То телевизор через раз включается, то еще какие-то данные бьются. Сначала я грешил над своего кота, который любит грызть провода. Они у меня уже все в скрутках были. Но замена проводки не помогла. Посмотрел на сцилограмму сигнала, а она прям идеальная, четкая. Так что проблема явно не аппаратная. Оказывается, дело в самом модуль ядра. Точнее, в плавающих таймингах. Иногда Raspberry Pi реагирует на прерывание или таймер с задержкой до 100 микросекунд. Что весьма критично. В общем, я вернулся на свой старый адаптер, который втыкается в USB. На нем даже написано, что я собирал его в 2012 году. А он до сих пор работает без проблем. Это стало поводом переписать софт для связи клиент с сетью. Я написал на Python сервер, который работает с этим адаптером, принимает по сети подключение от клиентов и гоняет данные туда-сюда. При этом я решил сразу сделать нормальную авторизацию, разные права доступа у пользователей, шифрование трафика по SSL. Я вообще в последнее время помешался на безопасности и стараюсь максимально разграничивать права. Как обычно, надо будет все это довести до ума, документировать и выложить на GitHub. Это самое сложное. Ну все, на сегодня, пожалуй, хватит. С вами был Кластер. Пока.